Здравствуйте! Это новости на государственном канале Западной Армении. В сегодняшнем выпуске. В Степанакерте организованы мероприятия, посвященные западноармянской литературе. Всемирный армянский саммит собрал под одной крышей более 600 участников из 50 стран. Заре Синанян. Армянский патриарх Константинополя архиепископ Терсаак Машалян прибыл в первопрестольный святой Ичмядин. В Джавахке вновь открыта Корская церковь святого Степаноса. Сокровища Арцаха. Первый миликский дворец в Шуши. Будут реализованы новые программы армяно-американского сотрудничества в области охраны культурного наследия. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. В Степанакерте организовано мероприятие, посвященное западноармянской литературе. 28 октября в Степанакерте в университете имени Грикора Нарекаци было организовано литературное мероприятие, посвященное западноармянской литературе. Литературное мероприятие проходило с участием западноармянских писателей. По словам ректора университета Вартана Акопяна, единство западноармянского и восточноармянского населения привезет к национальному единству. Сегодня для нас непростительно, что, заходя в Матанадаран, где собрано наше многовековое наследие, мы не можем прочитать в оригинале многие материалы, потому что они написаны на древнеармянском и западноармянских языках. Наши западноармянские писатели, начиная с Таниэля Баружана, ставшего жертвой геноцида, были гениями. В свое время они пережили то, что повторяется и сегодня, сказала Акопян. По словам заведующей университета кафедры армянского языка и литературы Зинаиды Балаян, Западная Армения является сердцем армянского мира, матерью армянской литературы, которая несет духовный заряд и представляет переходы армянской истории с историческими и художественными описаниями. Главный, уполномоченный по делам диаспоры Зара Синанян убежден, что направление, обозначенное в повестке дня Всемирного армянского саммита, обеспечит живые и эффективные обсуждения. В своем выступлении Синанян особо отметил. Я рад приветствовать вас в Армении. Всемирный армянский саммит собрал под одной крышей более 600 участников и 100 спикеров из 50 стран. Это знаменательное событие проходит в исторически важный период для Армении и всех армян, когда мы сталкиваемся с различными вызовами, когда нужны продуманные и смелые решения. Для всех нас очевидно, что меняющийся мир оказывает прямое влияние на различные общины, структуры и личности армян в диаспоре. В определенной степени меняет также нашу повестку дня, поэтому саммит является важной площадкой для обсуждения и понимания мнения и позиций друг друга. В этом смысле программы, направленные на различные сферы сотрудничества Армении и Деваспора, призваны обеспечить наше общее ведение развития стратегического диалога. 28 октября в Первопрестольный святой Ичмиадин прибыл армянский патриарх Константинополя, его святейшество, архиепископ Саак Машалян. Информационная служба Первопрестольного сообщает, что по этому случаю прихожане Первопрестольного святого Ичмиадина возглавили процессию армянского патриарха Константинополя к часовле святого Ванеса Крестителя и святого Вартана, где под руководством покровительства его пресвященства епископа Мушеха Бабаяна от имени конгрегации Первопрестольного епископ Мушех поприветствовал и поздравил патриарха Саака. Затем армянский патриарх Константинополя передал свое благословение и наилучшее пожелание общения святого Ичмиадина. В ближайшие дни святейший патриарх Саак также примет участие в заседании Высшего Духовного Совета, которое состоится в Первопрестоле. 29 октября в селе Корх Ахалкалакского района состоялось торжественное открытие храма святого Степаноса. Церемонию освящения совершил его преосвященство Терсион архиепископ Адамян, глава Армавирской епархии Армении. После церемонии был организован концерт с участием местного ансамбля Джавах и приглашенных из Армении певцов. В мероприятии приняли участие также представители местной власти. Церковь святого Степана, построенная в конце XIX века, в 2017 году была признана объектом культурного наследия. Сокровища Арцаха. Первый миликский дворец в Шуши. Первый миликский дворец города Шуши, республики Арцах, здание XVIII века. В Шуши сохранилось несколько миликских дворцов, расположенных в юго-восточной части города. Однако письменных свидетельств об этих постройках нет. Один из них – первый миликский дворец в Шуши. Он расположен в юго-восточной части города, почти на краю ущелья. Архитектура, обнесенная стеной дворца, наводит на мысль, что он был построен и функционировал как самостоятельное оборонительное сооружение. На основании документа XVIII века доказано, что Шуши, как крепость, был основан намного раньше, чем стал центром Карабахского ханства. Отметим, что в архитектурных композициях миликских дворцов переплетены многовековые традиции древнейшего армянского и арцахско-хаченского княжеских дворцов. Миликские дворцы одновременно имеют своеобразный архитектурный облик, сдержанную и эффектную отделку. Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Республики Армении Арфред Кочарян 28 октября принял директора по связям с общественностью посольства США Дженнифер Маккендрю и специалиста по программам культурно- и образовательного обмена вышепомянутого отдела Анаит Хачатарян. В ходе встречи Дженнифер Маккендрю представила информацию посла США о фонде сохранения культурных ценностей в 2023 году. Стороны обсудили текущие и завершенные программы, осуществляемые фондом в Армении. Согласно источнику, начальник управления по охране памятников истории и культуры Арнуд Тюнванян представил гостям восстановительные работы, осуществленные на исторических территориях храмов Ирэруйк и Гарни, добавив, что также есть необходимость проведения раскопок на территории храма Гарни. Отмечается, что в ходе встречи обсуждался важный путь сотрудничества. Дорогие соотечественники, Западная Армения не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других платформ по-новому представлять вам различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны, информировать о политических и общественных событиях правительства, а также дает всем вам возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, можете поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами, а также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы зритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, что телевидение Западной Армении не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила! И в завершение эфира музыкальное произведение. И в завершение эфира музыкальное произведение. И в завершение эфира музыкальное произведение. Такими были сегодняшние новости. Оставайтесь с миром!